ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Департамента по чрезвычайным ситуациям Подполковник гражданской защиты Серик Шакобаев Как не стать жертвой огня? Какие основные причины пожаров и как их избежать? Каких результатов добились огнеборцы за 9 месяцев 2020 года? Ответы на эти и другие вопросы мы получим прямо сейчас Здравствуйте, Серик Асалтаевич Давайте, наверное, начнем с вас Расскажите, почему решили стать пожарным И сложно это было или получилось само собой? Вообще, никогда не планировал стать пожарным Даже не мечтал об этом Всегда хотел быть военным Потом хотел быть сотрудником полиции Но так судьба сложилась Что в начале 2000-х годов Когда, грубо говоря, нигде не было работы Шла военизация в пожарной охране И предложили устроиться на работу Пожарную охрану Почему бы и нет Попробовал И остался надолго Как карьера проходила? С чего начинали? К чему пришли? Ну, карьера, так как я не планировал Я просто подвернулась работа Трудоустроился пожарным В села Соколовка В 2000 году Это было в феврале 2000 года Вот Простым пожарным Ну, после этого затянуло Понравилось Пошел учиться Отучился Стал офицером И вот Дошел до должности Звания подполковника Гражданской защиты И работал на разных должностях От пожарного Командира отделения Начальника РУ Ну, все должности Главный специалист Зам. начальника части Начальника отдела И сейчас оперативный дежурный Дежурный служб пожарной защиты В чем заключаются обязанности? Ну, наша обязанность заключается в том Что мы выезжаем на все пожары В районе Ну, мы дислазируемся в городе Петропавловске Вот Определяем необходимое количество сил и средств Дополнительные силы и средства И непосредственно руководим Процессом тушения пожаров Проведением аварийно-спасательных работ Работа пожарного Одна из самых сложных и неопределенных Ведь каждую минуту нужно быть на стороже Расскажите, как к этому относится ваша семья? Как вы знаете, у нас, как говорится Во-первых, да Могут и среди ночи поднять И обычно наибольшее количество пожаров Из-за чужих пожаров приходится на выходные дни То есть так Шибко сказать, что Как обычные гражданские люди Запланировать субботу и воскресенье У нас как бы не получается Но семья относится к этому с пониманием Даже с годами они привыкли к этому То, что мы когда едем куда-нибудь У меня всегда в машине лежит Боевая дежда пожарного То есть в любой момент, да Мы можем выехать в любом направлении И их планы как бы сразу перекраиваются Ну, относятся с пониманием Детям нравится, что папа пожарный Скажем так Пример берут? Да, 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 возможно За 20 лет работы у вас наверняка Есть интересные истории Которые остались в памяти Расскажите, ну, парочку из них Ну, знаете, как говорится Самый такой запоминающий случай Это, конечно, первый пожар Это когда военизация прошла В феврале, 15 февраля 2000 года И 8 марта в селе Соколовка Горел сеновал И вот мы первые выехали Я вот в тот день дежурил Мы первый раз выехали на пожар Самостоятельно его потушили В этот, как бы, то, что мы выехали Там вся часть собралась Все тушили дружно И вот когда она запомнилась Даже вот в подробностях Можно запомнить это Ну, как первый случай Конечно, вот тогда уже почувствовали Что мы вот выбрали вот эту профессию И как бы она была Ну, она стала Расскажите подробности Ну, с тех пор, знаете, вот как сказать Было много случаев И много случаев Особенно запоминаются те Когда вот тушишь пожар Таких случаев было несколько Там в этот момент Когда уже пожар там дотушивается Дорабатываем На пожаре Приходит, например, мать Приезжает там с работы Или отец куда-то приезжает Знаете, вот Начинается паника Они начинают сказать Дети Ну, знаете, когда они говорят Кричат там В квартире дети У них начинается паника С них ничего невозможно уточниться Например Вот То, что они паникуют Знаете, мы как бы тоже не железные люди Мы тоже начинаем переживать Ну, как так Мы здесь тушим А возможно там в огне Там кто-то задыхается Это, знаете, это сразу наша недоработка То есть мы У нас первый принцип Это спасение людей И предотвращение взрывов То есть мы вот на эти основные моменты работаем Вот И когда Бывает уже дотушиваешь Как бы Приезжают И у них такая паника начинает Ну, мы тоже начинаем Как бы переживать Где мы как-то недоработали А потом оказывается Ну, как обычно дети, да Они там встанут Среди зрителей и наблюдателей Стоят там Посматривают Ну, потому что ихняя шалость Например Как бы Они вину свою чувствуют И понимают И потом показываешь им Говорят, это ваш ребенок Они говорят, да У них отлегает Ну, у нас на этот момент Есть психологи Которые сразу же Начинают с ними работать Вот Ну, и нам как бы Легче становится Хотя вот Как бы Отработали Момент Ну, такого, чтобы Как бы этот То, что допустили Или по нашей вине Что-то произошло Ну, такого не было Слава Богу Во-первых, да Тушение пожара Это коллективная работа В принципе, когда мы приезжаем На пожаре Где-то горит Мы сразу же подаем И на тушение И на спасение Потому что оба фактора Опасные Как бы Ну, надо и успеть И спасти И в то же время Потушить Чтобы не было Таких большого распространения Не было такого Не наносено Большого вреда Понимаете Если человек Находится в задымленной зоне Он, например Минут через две Он уже теряет ориентир Минут через пять Он уже теряет сознание То есть Сами понимаете И вот мы Сколько приезжаем Сколько людей Спасено Эвакуировано Это вот все Это все считанные минуты идет Поэтому мы Когда Даже вот Когда радиообмен идет Мы вот почему Когда вызов поступает Мы просим граждан Спокойно продиктовать адрес Они начинают паниковать Вот у нас горит А вы еще принять не можете Но они не знают Специфику нашей работы Дело в том Что радиообментирует Когда поступает вызов Она одновременно Нажимает кнопку Вызова личного состава То есть Личный состав уже Спускается Одевается И выезжает У них вообще На выезд идет минута И то есть Она поднимает Полностью Потому что С нее тоже спрашивают Точный адрес Удобные подъездные пути Она сообщает Сразу Вы Комишем Экипажу Возможность взрыва Нахождение людей В доме Ближайшие проезды Подъезды Мы знаем Что подъезды Тоже Играет большую роль То есть Один и тот же дом Но с одной стороны Можно заехать С другой стороны Нет Правильно Заставляют машины Где находятся гидранты То есть Вот это Когда поступает вызов Идет большая работа Объемная работа идет То есть С этого момента Начинается разведка пожара И Как бы Просьба такая К людям Чтобы они не переживали Никогда Позвонили Хладнокровно Ну это конечно Тоже тяжело Сохранять Хладнокровие Это я понимаю Ну Сообщили адрес Сообщили причины И все И в этот момент Они уже выезжают Теперь пару слов О коллективе пожарных Какие отношения Ну вот Собственно В самом коллективе Ну у нас Очень много Своих традиций Как бы Я не знаю Мы уже Везде Показывали Это что Когда Ну у нас есть Своя традиция Когда пожарный Приходит И первый пожар Его там На пожаре Как бы Обливают Ну так Чтобы у него Сужба прошла Благополучно И когда они уходят Мы их провожаем На пенсию Мы их тоже Одеваем Боевую одежду Пожарного И Обливаем водой Ну как бы все Ну так Хорошая такая Наша традиция Вот Ну начиная С 2016 года Когда Вышло Новое Законодательство Пенсионное Законодательство Вышло У нас Произошел Большой отток Квалифицированных Кадров То есть В 16-17 Годы У нас Можно сказать Процентов На 40 Обновился Личный состав Пришли молодые Люди Вот И поэтому У нас Проходится Очень большая Наставническая Работа Воспитательная Работа Среди Личного состава Некоторые Не выдерживают Уходят Потому что Как бы Ну сказать Пожарная Работа Тяжелая Требующая Большой Физической Нагрузки И в то же Время Вы там На нашей Профессии Миллионы Не заработаете Есть Многие Ограничения В связи Но если Тот Кто Понял Что это Его профессия Тот Кто остался Те В принципе Работают Можете Привести В пример Какого-нибудь Бойца У которого Сами брали Пример И который Сейчас Служит Примером Для молодых Я уже более 20 лет Отработал У меня Были Наставниками Можно сказать Людей Назвать Наставниками Вот Первый из них Это Полковник Гражданской Защиты Это Можитов Ерек Ерек Алимжанович Сейчас На Пенсии В 2000 Году Когда Мы Пришли В пожарную Охрану Он Был Старшим Лейтенантом Преподавателем Школы Профессиональной Подготовки То есть Он Очень Многое Дал Он Так Интересно Объяснял Материал Мы Поняли Что Такие Пожарные Рукава Пожарные Стволы Лестницы Для чего Они Предназначены Как С ними Работать И Уже После Того Как Мы Получили От Него Определенный Объем Знаний Мы Уже Дальше Начали Сами Совершенствовать Но Вот Именно Первый Толчок Преподнес Именно Этот Человек То есть У него Есть Умение Дар Преподавателя Ну Можете Объяснить Вот Но Со Временем Когда Перевелся В город У меня Судьба Свела Со Вторым Человеком И В принципе Это Тоже Полковник Он Уже В Отставке Это Бетанов Серег Бетанович Это Человек Который Научил Уже Рассчитывать Он Объяснил Что Такое Рассчет Сил Средств Когда Приезжают Как Проходит Процесс Горения Как Проходят Тактические Возможности Подразделений То есть Уже Благодаря Этому Человеку В принципе Я Может И Поступил В Качетавский Технический Институт Именно Уже Осознанно Выбрал Профессию Пожарную А вот Для молодых Которые Сейчас Только Приходят Кого Можете Привести К пример Наставника Ну Поток Очень Большой В 16 Году Пришли Один Из Молодых Это Например Уже В 2016 Году Он только Устроился Тлиоп Нурлан Уже Сейчас Является Командиром Отделения Боевого Пожарного Подразделения Часто Выезжает На Пожары И Ну Хорошо Показывает Именно А теперь Давайте Пройдемся По цифрам С какими Показателями Огнеборцы Закрыли 9 месяцев Этого Года Каких Успехов Достигли За 9 месяцев Текущего Года Произошло 125 Пожаров По городу Петропавловску Если Сравнивать С прошлым Годом Было 154 То есть Идет Процесс Снижение Ну Это Самый Основной Хороший Показатель Нашей Работы Профилактической Тем не менее В этих пожарах Погибло 15 человек Из них Четверо Детей Спасено 48 человек Из них 16 детей При проведении Аварийно Спасательных Работ Было Эвакуировано 616 Человек Из них 136 Детей Ну Как бы Показатель Из года В год Идет На одном уровне Но в этом году Количество пожаров У нас Снижение Новые технологии Каждого Например По несколько Телефонов Несколько Смартфонов Компьютеры Это все Даже У многих У нас Мы не выключаем С розетки У нас все время Подзарядник Стоит Это же Все время Все включено Это же Очень большая Нагрузка Идет На электроэнергию У нас Многие Например Дома Строят Можете Смотреть Много Таких Красивых Домов Мы Что Делаем Мы Делаем Фасад Обновляем Мы Делаем 30 лет Да Конечно В свое время Сделали Качественно Но извините Время Проходит Происходит Разрушение Материала И так далее И тому подобное А вот На это Мы Забываем Это не так уж И дорого Но Тем не менее Пожарная Безопасность В основном Такие моменты Ничего Такого Сверхестественного Не происходит И последний Вопрос В этом году Органам гражданской Обороны Исполняется Ровно 25 лет Как вы И ваши коллеги Планируете Встретить этот праздник Проводится большая Работа Мы заботимся О наших ветеранах Проработавших Органы гражданской защиты Также проводим Имиджевые мероприятия Например Мы проводили Кроссфит Пожарный кроссфит Так Соревнования По пожарно-прикладному спорту Недавно Вот проводили Широко освещали В средствах Массовой информации Сейчас Теперь у нас Планируется Проводение акции Донорской По сдаче крови Время нашего эфира Подходит к концу Серик Асалтаевич Может хотите пожелать Что-нибудь Североказахстанцам Ну Уважаемые Североказахстанцы Хотелось бы Во-первых Пожелать вам Всем крепкого здоровья Берегите себя Своих близких Соблюдайте Элементарные требования Пожарной безопасности И если будете Соблюдать их То в принципе Будете реже Видеться с нами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok